Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем прохождение супер-новинки игры Капитан Индустрии. В прошлой серии мы начали производство желтых строительных пакетов и выплавку меди. И сегодня нам предстоит открыть лабораторию второго уровня и изучить много новых интересных наук. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а мы продолжаем. Итак, давайте сразу поставим на паузу, потому что прошлая серия у нас закончилась тем, что у нас заканчиваются вот эти вот строительные инструменты, поэтому нам нужно сейчас увеличить их выпуск, но для этого нужно будет электронику и детали. У нас вот два последних ангара сборочных цех, они производят у нас как раз вот эти самые электроники. Я думаю, что нам просто нужно будет нарастить сейчас несколько новых сборочных цехов для того, чтобы увеличить сборку как электроники. Смотрите, у нас всего лишь 6 единиц осталось, поэтому давайте сразу же добавим, например, два цеха для электроники и также добавим еще парочку цехов для деталей. Я, кстати, знаете, что думаю? Смотрите, у нас вот здесь вот на этом складе находится чугун, который выплавляется у нас вот в этих вот печах. И у нас постоянно не хватает то железа, то угля. Это все из-за того, что у нас вот отсюда и вот отсюда трактора и машины ездят в дальние дали, вот на эту вот заправку, и заправляются. И они практически все время тратят не на то, чтобы копать, например, руду, а для того, чтобы покататься по этой карте. Поэтому давайте, мы знаете, для начала сразу же поставим вот такую вот заправку и сделаем ее где-нибудь поближе. Ну, тут придется длинную трубу тянуть, поэтому поближе, конечно, вот прямо вот сюда вот не получится. Не хотелось бы все тут трубами застраивать. Но, например, я так думаю, что вот здесь мы без проблем сможем установить заправку. Сюда спокойно будут у нас приезжать машины и заправляться. А так мы лесом с вами сейчас проведем трубу. Давайте сразу же это сделаем. Можно было бы рядом с заправкой поставить бак, но тут придется задействовать еще несколько автомобильного транспорта для того, чтобы этот бензин сюда перевозить. Чего, конечно же, не очень-то и хочется. Поэтому давайте мы лучше проведем трубу вот к этому баку. Сейчас постараемся сделать минимальное количество труб вот отсюда. И теперь можно уже будет вблизи спокойно подключиться. Так, нам придется вот сюда и теперь на два уровня вниз и подключаемся непосредственно к этому баку. Все, друзья, это у нас готово. Отпускаем с паузы. Я так даже думаю, что здесь мы можем доставка 4. Нет, это очень много. Подождем пока здесь у нас все построится. Здесь у нас бензоправка требует 20 золотых строительных пакетов. Они у нас есть. Но ускорять тоже нет никакого смысла, потому что, сами понимаете, топливо сюда пока что не достанет. Тем более, что там уже начали делать. Здесь у нас производится модернизация жилья, потому что у нас уже 280 из 350. И наш корабль вернулся в прошлой серии, смотрите, 100%. Заправляет сейчас топливом из своих путешествий. И нужно будет его отправить куда-нибудь еще на свободное место. Смотрите, у нас осталось не так уж и много мест, где мы можем исследовать. Потому что нас обложили пираты. И нам уже, наверное, пора, друзья, изучать вот здесь вот корабельное вооружение и судовую броню, чтобы как-то смочь противостоять вот этим вот пиратам. Ну что ж, друзья, давайте нам сейчас нужно будет основной упор сосредоточить на производстве желтых пакетов. А также, я думаю, пора нам уже полу хотя бы автоматизировать вот эти вот сборочные цеха, для того, чтобы они у нас делали, смотрите, 233 вот эти вот белые строительные пакеты. Давайте мы сразу же проведем тогда вот отсюда ленту. И нам мешает вот этот вот сарай, в котором у нас немножко древесины. Я предлагаю его перенести. И вот здесь мы его убиваем для того, чтобы здесь сделать ленту. И сразу же делаем ленту и для других предприятий. Смотрите, я знаете, что думаю? Раз, два, три, четыре. Тут можно будет рассчитать. Если одна вот такая штука дает по 12, итого получается 24. А сколько у нас производства требуется? Ну, округлим, грубо говоря, 5. То есть получается по 5 штук нужно будет ставить на одну вот такую вот сборку. Значит, друзья, нам, ну вот смотрите, 4 плюс 4. И здесь я сделаю тогда хитрость. Отменяем электронику. Хотя очень страшно, потому что нам нужно как можно быстрее сделать строительные инструменты. Но я думаю, что мы справимся. И здесь мы устанавливаем строительные материалы. Для чего это я делаю? Для того, чтобы все сделать введенную цепь. Смотрите, у нас везде тут по 4 строительных материалов. Почему не 5? Потому что сейчас я придумал одну интересную идею. А здесь мы будем делать не детали, а отменяем детали. А делаем вот здесь вот стройматериалы. Итого у нас с этой стороны 4. И с этой стороны тоже у нас сейчас будет 4. Сразу же подключаем его. Здесь мы сразу же задаем строить стройматериалы. Все готово. А оставшиеся, получается, что у нас как бы 2 цеха не задействованы. Мы их поставим на производство деталей. Смотрите, здесь как раз 7,5. То есть ровно получится 2 вот этих вот завода. Дадут нам 8 строительных материалов. И 2, я даже думаю, что 2 давайте сразу же сделаем. И 2 завода по производству деталей. Все. И сюда, конечно же, мы тоже подключаем вот эти вот ленты. Тут лента всего одна подключается. Потому что детали требует только лишь чугун. Больше ему ничего не надо. Все. Это мы с вами сделали. Но нам сейчас самое главное это нарастить производство электроники. А у нас получается, что ее вообще нету. Поэтому у нас людей осталось 59. Сборочный цех требует по 4. Давайте сразу же рядышком здесь установим еще даже 2 или 3. Но мы можем наращивать вообще без проблем. Для начала установим 2. И здесь сделаем, смотрите, вот мгновенная доставка, чтобы сразу вот этот создался. И электронику создаем. Готово. Ну и здесь, я тоже думаю, единицу можно спокойно поставить. Потому что электроника у нас сейчас будет одно из самых вообще главных. И приоритет по работе устанавливаем здесь на двойку. И здесь тоже на двойку. Чтобы сюда завозили в первую очередь резину и медь. А медь у нас готовится вот здесь. Ее уже, смотрите, как предостаточно. Здесь тоже нужно будет установить хотя бы один склад. Поэтому давайте хранилище, склад, чтобы все сбрасывалось. И здесь у нас будет капица уже готовая медь. Все, готово. Это мы с вами тоже сделали. Итак, друзья, нам сейчас нужно будет, чтобы как можно быстрее создали вот эту вот трубу. Смотрите, ее начали делать с другой стороны. Здесь у нас накапливается нефть и работает резиновый завод. Второй я пока поставил в паузе. А резины у нас пока что предостаточно. Сразу же размечаем следующую территорию для того, чтобы ни на секунду не проставили у нас трактора. Итак, городское управление у нас завершено. Следующий у нас будет закон. Это указы. И у нас практически заканчиваются полностью науки, которые могут изучиться за первые научные пакеты. Теперь нам нужно будет лабораторию делать второго уровня. И корабль, надеюсь, странно, как-то очень долго у нас заправляется. Топливо-то у нас вообще есть. 97. Топливо у нас почему-то снижается. Здесь заправку мы с вами... Давайте поставим сразу же вот так вот на второй уровень, чтобы побыстрее у нас здесь привозили. И, внимание, топливный кризис. 75. У нас какие-то проблемы с топливом. На самом деле, смотрите, что случилось. У нас в трубу подался вот это вот дизельное топливо. И теперь, наконец-то, сразу же вот так вот устанавливаем машину, наконец-то заработала заправка. То есть трактора и машины не будут кататься вот сквозь лес туда, а они спокойно приедут сюда и здесь заправятся. Это отлично. Но здесь нам нужно будет для начала хотя бы, давайте вот так вот сделаем ускорение, увеличить выработку дизельного топлива для того, чтобы снабжать как заправку, так и вот этот вот резиновый завод. Малый экскаватор нуждается в заправке. Ну, это за песок. Тут, в принципе, он может сам доехать. Но машины должны у нас разъезжать. Вот смотрите, я так понимаю, это та самая машина, которая у нас заправилась. И сюда нужно будет топливо еще переправить. Смотрите, бак практически полностью у нас весь опустел. Завод у нас снабжает по 108. И тут знаете, в чем может быть проблема? Проблема может быть в трубе, потому что он выдает 108, и труба пропускает всего лишь по 60. Следовательно, нам нужна будет труба следующего уровня. Давайте посмотрим, где она. Вот она у нас здесь изучается. Но, да, друзья, она изучается у нас в лаборатории второго уровня. Нужно будет сейчас к этому подготовиться. Не успевает там у нас топливо заливаться в тот самый бак, а передаваться дальше. Давайте посмотрим, как у нас дела со строительными материалами. Чего здесь не хватает? Как у нас работают заводы? Вот почему ты стоишь? Потому что нет цемента. Цемента нет только лишь потому, что здесь не установлен бункер, который у нас будет собирать известняк. Потратим сразу же немножко желтых пакетов для того, чтобы подключить вот эти вот желоба. Чтобы сразу же здесь было все автоматизировано. Вот мне больше нравится вот таким вот образом. Все готово, друзья. Известняк у нас будет заполняться по приоритету. Ну, давайте по второму. Здесь тоже у нас, скорее всего. А здесь у нас первый приоритет. То есть уголь у нас сюда привозится в первую очередь. Что, в принципе, объяснимо для того, чтобы строительные материалы, 100 у нас осталось, снабжались у нас в больших количествах. Так, топливный энергетический кризис остается 40. У нас там еще заправляется корабль. А здесь у нас он просто не успевает заполнять вот этот вот бак, который у нас тоже почти весь закончился. Ну, смотрите, запчасти у нас на исходе остается 20-19%. Электроника. Самое главное. Заработали у нас вот эти вот заводы по выпуску электроники. И здесь у нас не хватает деталей. А вот это вот уже было действительно очень интересно. Поэтому ставим здесь второй уровень. Здесь тоже устанавливаем второй уровень. И если я правильно помню, то у нас были вот детали, которые отсюда можно спокойно будет... Давайте вот так вот опустошать. Отсюда можно их спокойно будет забирать. А здесь электроника, ну, она пока что не скапливается. Я предлагаю для удобства поменять вот это у нас будут два склада по деталям. А здесь мы потом поставим два склада по электронике. Но пока ставить не нужно, потому что машины у нас и так еле справляются. А тут они вообще будут с одного на второе, со второго на третье. И будут строить у нас вот эти вот желтые строительные пакеты, которым, которым, похоже, не хватает что? Им не хватает... Все у них на самом деле есть. Не знаю, почему они не хотят у нас работать. Вот здесь вот явно не хватает деталей. Малый экскаватор нуждается в топливе, причем три штуки. А у нас действительно, друзья, проблема с запчасти полностью на исходе. Нам нужно сейчас увеличить производство деталей. Давайте я предлагаю даже в такой экстренной ситуации поставить вот здесь вот первый уровень. Смотрите, здесь вообще был десятый уровень. Все. И тем самым мы увеличиваем вот так вот, чтобы сразу же туда шли вот эти вот чугуны. Все. Первый чугун у нас пошел. Первый завод у нас сейчас заработает по полной программе. Можно даже немножечко ускорить для того, чтобы здесь машины как можно быстрее отсюда все развозили. Ну и второй. Чего там? Резину никак не могут привезти. Давайте тоже ускорим. Вот, наверное, скорее всего, резина приехала. Топливный кризис мы решили. Да, топливный кризис у нас полностью решен. 67. Топливо начинает наконец-то у нас накапливаться. А здесь давайте ускорим как выпуск электроники. Главное вот не перебрать единство. Так и ускорим выпуск по 8. Вот этих вот деталей. Все. Смотрите, тут у нас сейчас бесконечно будет чугун доставляться вот в эти вот два цеха. Сюда нужно будет обеспечить медь. Ох ты, как быстро заполнилось. Смотрите, как у нас здесь работает хорошо медное производство, но не хватает автомобилей. Следовательно, да, нам придется назначить сюда еще один автомобиль. А лесозаготовительная машина все выкопала. Ей больше копать нечего. Я предлагаю вот здесь вот территорию расчистить, чтобы около бензоправки не было никаких у нас лесов, полей и болот. Все. А корабль? А корабль пока что не может получить свое топливо из-за второй уровень. Ну, пока что никак не привезут. Что у нас с людьми? Все в порядке? С едой. У нас действительно, смотрите, проблема с едой. У нас начинает снижаться как картофель, так и капуста. Остается совсем мало. Поэтому, друзья, нам сейчас нужно будет сразу же этот вопрос решить. Причем решить его коренным образом. Я так думаю, что мы установим сразу же два вот таких вот поля. Нам надо как можно быстрее вот сюда направить вот эти вот 60 золотых пакетов. Ну, а здесь поставим приоритет третьего уровня. Как сделается, так и сделается. Итак, для начала давайте сразу же повышать плодородие. После этого у нас будут выращивать картофель. Естественно, потом опять повышаем плодородие и делаем капусту. Все в принципе стандартно. Но здесь я сделал наоборот. Потому что здесь мы сначала выращиваем еду, а потом засеиваем. А здесь, чтобы у нас рассинхрон такой получился специально, чтобы защититься себя, мы делаем вот таким образом. Причем я даже здесь, например, специально сделаю капусту, а здесь посажу картошку в разнобой. Все. Чем больше у нас будет пищевая безопасность, тем оно будет лучше. Топливный кризис. Не знаю, почему у нас пишется, хотя я вижу, что топливо у нас здесь наращивается. На заправках как дела происходят? Машины не успевают справляться. Нужно будет сейчас по-быстрому все вот эти вот лесозаготовительные машины снабдить и прочие экскаваторы, чтобы они у нас не ездили. А бензин начал наконец-то, бензин начал накапливаться, уголь. Первый приоритет. Копалки копают, но у меня есть такое страшное подозрение, что у нас заканчивается или скоро заканчивается нефть. Экскаватор нуждается, лесозавительная машина в топливе, запчасти на исходе пока что ноль. Но я надеюсь, что у нас вот этот вот завод-то заработал. Да, у него пошли детали, пошла электроника здесь. Давайте сразу вот это все опустошим. Я, наверное, все-таки поставлю здесь электронику. Вот, смотрите, он забирает. Как-то они странно у нас ездят, проезжает мимо. Я думаю, что здесь мы тоже тогда ускорим. Машины еле справляются. Запасы пищи, да, я заранее предусмотрел, что тут начинаются некоторые проблемы. Смотрите, 20. Убираем ускорение отсюда. И убираем ускорение, например, из одной из электронных цехов. 42 рабочих. Жителей у нас достаточно. Все вроде бы пока идет своим чередом. И топливный бак заполняется. А что у нас в науках сейчас изучается? Указы третьего уровня. Лесозаготовительную машину никак, ты, наверное, идешь к ней, не могут заправить. Все, готово. Поехали, друзья. Ну вот, смотрите, теперь у нас экскаваторы не будут уезжать вот с этих вот угольных разрезов. Они будут заполнять машину углем, что очень хорошо. Во, все, пошли у нас и инструменты, и уголь начали развозить. Теперь по железу нужно будет посмотреть, как у нас происходят здесь дела. Тоже экскаватор работает своим чередом. Автомобили, ну, можно сказать, пока что справляются. Главное смотреть, привозят ли сюда постоянно уголь и железную руду. А сюда привозят ли постоянно уголь. И смотрите, здесь медь. Меди причем очень много. Я предлагаю вот отсюда одну машину убрать. Давайте уберем. Потому что она будет излишне. А тем более у нас машины не справляются. Теперь отсюда убираем шлак. Вот это вот не нужно забывать, потому что могут быть вот такие вот проблемы, что цех у вас просто тупо работать не будет из-за того, что все забилось шлаком. Ну и поставим шлак. Наверное, это вообще самое главное, что нужно отсюда увозить. Ставим вот так вот на первый уровень. Все, пока что у нас заводы выплавляют как чугун 180, так и медь. У нас перерабатывается. Не вижу, где у нас медь. Но у нас есть следующая наука. А мы именно сделали указы. И скоро мы будем делать сортировку материалов второго уровня. Давайте вот это вот уберем. Топливный кризис нам тоже больше не грозит. Городское управление мы выучили давным-давно. Строительные материалы. Я даже думаю, что тоже можно будет все убирать ускорение. Потому что мы справились. Малой практически кровью. Даже особо не заметили. Вот с этими вот большущими проблемами. Теперь нам нужно решить проблему с едой, друзья. У нас с едой прям все очень-очень плохо. Поэтому золотые пакеты производятся. 33. Давай тогда вот так вот делаем. Потому что без еды и без воды, как говорится, и ни туда, и ни сюда. Воду мы подадим. Вот с этого бы бака было бы неплохо. Тут у нас собирается как дождевая вода, так и родниковая. Ух ты, какое заполнение большое. Но я думаю, что мы проведем верхом. Жалко, что вот автомобили не могут здесь проезжать. Это, конечно, большой минус. И, посмотрите, приходится объезжать очень большие расстояния. А здесь у нас пошла подача известняка. Смотрите, второй уровень. Так, завалено поселение. Все завалено мусором. А вот это было весьма и весьма интересно. Да, смотрите, мусор больше вывозить некуда. И у нас может в следующем месяце единство резко убавится. Поэтому сейчас мы решим эту проблему. Корабль, наконец-то, слава богу, корабль у нас заправился. И пойдемте искать, какая у нас самая ближайшая деревня. Вот это вот. Давайте потом вот в эту деревню поедем. И во все оставшиеся белые. Ну, а потом, глядишь того, и сделаем себе пушку и броню. И разбомбим. И пройдем мимо пиратов. Пока вроде бы у нас сортировка материала. Все отлично. 8 месяцев запасы пищи у нас остаются. Не так уж и много, я вам скажу, друзья. Давайте на паузу сейчас посмотрим, чего у нас очень сильно не хватает. Железной руды нам прям действительно почему-то не хватает. И все баки у нас абсолютно пустые. Здесь нужно будет по два автомобиля. Я тогда назначу сюда еще один автомобиль, чтобы он побольше у нас привозил железо. Это раз. Откуда мы можем взять автомобили? Отсюда мы взяли. Здесь у нас всего лишь один автомобиль на песок и один автомобиль экскаватор. А здесь у нас тоже все по одному. То есть нам машины брать неоткуда. Придется их просто тупо делать в нашем гараже. Давайте тогда еще парочку создадим. Дизельное топливо. Ух ты! У нас прям его откуда-то прям очень-очень много. Давайте посмотрим. Хорошо бы вот здесь вот сделать, вот здесь вот где-нибудь сделать основную нефтянку. Почему? Потому что, во-первых, скоро мы вот здесь вот откроем большое нефтяное месторождение. И здесь, наверное, будут огромные нефтяные заводы. А во-вторых, наверное, можно будет поставить порт. А мы его открыли. Нет, еще не открыли. Где-нибудь тоже вот рядом с основным месторождением нефти, которое у нас, я боюсь, даже в этой серии, скорее всего, закончится. Смотрите, как у нас радиус очень резко уменьшается. Местность у нас очередная разведана. Наш корабль кое-что обнаружил. Это было поселение. Ничего особо мы не взяли, но зато можем с ними торговать. Смотрите, они за желтые строительные материалы готовы нам предоставить топливо, уголь, курицу. Отлично. А за красные строительные материалы они нам дадут стекло. Но я думаю, что мы сами все сделаем. Мы можем резину поменять на древесину, что тоже нам не нужно. А также заключить несколько контрактов. Ну, давай плывем тогда назад, потому что топлива у нас пока что больше нет. У нас большущие проблемы с древесиной, поэтому вот здесь используется древесина. И у нас до 40. У нас 40, поэтому мы делаем следующим образом. Нам сейчас нужно будет подключить все ленты. Вот эти вот заводы, которые делают строительные материалы, все подключены. Железо, детали тоже подключены. Здесь идет работа по полной программе. Отлично, друзья. И хватает ли у нас чугуна? Пока что хватает. Ну что ж, сейчас нам предстоит долгий, сложный и нудный путь. Нам придется где-то вот здесь, как я понимаю, поставить хранилище для древесины. Здесь у нас древесина не нужна. Древесина начинается вот отсюда. Значит, мы можем поставить склад вот в этом вот месте. Я так понимаю. Давайте сейчас на паузе. Создадим ленту второго этажа. Чтобы у вас была более-менее прямая линия, нажимайте на Ctrl и ищите положение вот так вот, вашего конвейера. Оно очень помогает. Вот, Ctrl. Готово. Все. Конвейер мы с вами создали с возможностью даже дальнейшего расширения. Теперь нам нужно будет непосредственно как-то сюда подключить древесину, что сделать, я думаю, будет невероятно сложно. Да, нам придется, наверное, вот этот вот склад. Хорошо, что мы не начали еще его делать. То есть теперь у нас будет полное снабжение всех вот этих вот строительных цехов древесиной. Сразу же тогда подключаем. Да, здесь тоже у нас без проблем все подключается. Ну и последнее у нас остается, это лишь только вот эти вот бетонные блоки сюда привезти. Мы очень сильно сейчас разгрузим снабжение грузовиками. То есть они не будут у нас возить хотя бы древесину. Устанавливаем сразу же древесину, причем устанавливаем заполнять и ставим ее на втором уровне. Если есть такая возможность, то сразу же тратим белые пакеты, которых у нас, как вы видите, очень-очень мало осталось белых пакетов. Сейчас нам нужно сделать так, чтобы лесоизготовительная машина как можно быстрее начала привозить, даже вот так вот сделаем, начала привозить, да, как древесину, так и бетонные блоки. Давайте тогда сразу же продолжим строительство. Для этого, я думаю, нужно будет здесь установить пока что еще один склад, потому что тянуть вот с этого склада верхом через все поля это не будет в данный момент выгодно. Здесь нам придется потратить очень много золотых пакетов, которые у нас не так уж и много, чтобы подвезти сюда транспортером и начать заводить вот на эти вот строительные цеха. У нас, кстати, всего лишь 16 рабочих осталось, не так уж и много. Нужно будет за этим последить, друзья. Ну что ж, давайте пока установим вот этот вот склад, сделаем его на бетонные блоки. Я пока решил таким образом. Ну и самое трудное, это попробовать провести ленту третьим этажом. Устанавливаем, два раза нажимаем на E и отсюда попытаемся в том числе провести, с контролом скорее всего получится, давайте попробуем, провести линию над линией. Смотрите, как у нас вроде бы получилось. Теперь самое, наверное, будет сложное, а странно, почему мы вот здесь вот не подключили. И теперь нам нужно будет посмотреть, как подключить третий этаж. Но здесь, я думаю, без проблем. Раз, два. И подключаем транспортную линию. Вроде бы неплохо получилось. Правда, вот здесь могут быть проблемы с подключением в дальнейшем меди и, кажется, резины. Да, меди-резина у нас здесь подключается. Но давайте сейчас испытаем и посмотрим, как у нас с третьего этажа, вот через эти вот пять клеточек, хватит ли нам здесь места для прямого... Ну, очень хитро, но, в принципе, конвейерная лента работать будет. Жалко, что нужно было еще одну клеточку отступить, чтобы у нас все было красиво и ровно. Но здесь, мне тоже кажется, не так уж и плохо получилось, друзья. Давайте вот так вот подключаем. Строительные материалы нам сейчас будут нужны в огромных количествах. Все сразу же заводим, делаем, несмотря даже на то, что у нас желтых строительных пакетов остается всего лишь 17 штук. А здесь у нас будет продолжение. Мы сможем наращивать производство как непосредственно самого чугуна, сколько у нас? 197, нормально. Так и непосредственно производство вот этих вот цехов по выработке строительных материалов 18. Тут еще знаете, в чем проблема? Давайте отпускаем паузу. Проблема состоит в том, что когда вот начинаешь подключать лента, почему-то машины перестают сюда принудительно завозить. Поэтому мы вот так вот сразу же хотя бы парочку устанавливаем на первый уровень, чтобы сюда привозили принудительно. Вот так вот три станка. И смотрим, как работает у нас желтые строительные пакеты. Пока все вроде бы очень даже неплохо. Здесь детали накопились. Здесь детали почему-то у нас не отгружаются. Не совсем понятно. Я бы хотел вот здесь поставить склад для электроники. И по поводу гаража у нас 55%. Да, с электроникой есть большущие проблемы, но я думаю, что по меди. Но я думаю, что это не критично. Так, нет ни меди, ни угля. Потому что нет машин. Они еле справляются. И у нас всего лишь 6 месяцев встается до голода. Через 1 месяц у нас будет 51. Что мало? 53 через 2 месяца. Ну, я думаю, что мы с вами как-то решим эту проблему. Все поселение у нас завалено мусором. Отсюда его почему-то не вывозят. Неужели у нас закончилось место для вывоза мусора? Да нет, смотрите. У нас здесь огромные вообще территории, которые можно будет все засыпать. Чем быстрее мы сейчас запустим вот эту вот всю цепочку, тем оно будет лучше для производственных целей. Ну, и здесь тоже мгновенная доставка. Не хватает желтых пакетов. То есть они у нас резко закончились. 666 древесина. Ну, что ж, давайте, наверное, тогда все-таки ускоряться. Я надеюсь, что сейчас машины привезут все необходимое, сделают у нас те самые строительные материалы. И не будут проблемы у нас с инструментами. А пока у нас изучается сортировка материалов. Корабль у нас пришвартовался. Смотрите. Давайте мы его сейчас заправим, починим. Все в порядке. И отправим куда-нибудь в дальние дали. Бензина у нас навалом. Здесь работает у нас просто великолепно вот этот вот десциллятор. Продовольствие на исходе я знаю, но сейчас они у нас решат эту проблему. По крайней мере, я надеюсь. Электроэнергии хватает. И два автомобиля. Смотрите, один даже уже в простое. Можно будет его направить на какое-нибудь более полезное дело. Да, давайте мы вот это вот отменим. Уезжай давай отсюда. И занимайся, например, развозкой строительных материалов. Потому что без них у нас сейчас будут настоящие проблемы. Совсем с машинами все плохо. Экскаватор у нас один сделался. Мгновенная доставка. Я думаю, что можно сделать мгновенную доставку. Потому что автомобили нам прямо сейчас будут очень-очень нужны. Давайте сделаем. И бензин сюда почему-то у нас принципиально не заполняется. Делаем заполнение. Первого уровня. Нет, не нужно. Давайте сделаем третьего. Потому что у нас есть сейчас более важные дела. Все готово. Корабль заполнен. Ну что ж, давайте отправляем его, наверное, вот сюда. А потом осталось последние три территории. И будем делать уже, наконец-то, броню. Чтобы ее сделать, нам понадобится нефтепереработку сначала пройти. Ну и предварительно лабораторию второго уровня, конечно же, открыть. Все, с этим мы с вами тоже справились. Ждем, когда у нас накопятся желтые строительные пакеты. Здесь сразу делаем мгновенную доставку. Чтобы древесина пошла хотя бы вот на первые наши цеха. И бетонные блоки пока что никак не завозятся. Все, древесина у нас отправилась. Ну что ж, теперь нам останется справиться только вот с глобальной доставкой всех материалов. Раз, и не нужно, наверное, пока что этого делать. Вот сюда вот делаем глобальную доставку, два. И здесь делаем, не хватает немножко. Тогда вот сюда ставим приоритет. Как только появятся желтые строительные пакеты, их привезут сюда. И смотрим, какие у нас еще проблемы, чего у нас сильно не хватает. Древесины есть, бетонные блоки. Давайте посмотрим, как у нас там с известняком. Доставляется ли он на бетонные заводы. Пока что почему-то только лишь на один. Тогда доставим сюда еще и резину. Машины не успевают просто привозить. Все у нас вроде бы как есть. Продовольствие на исходе, сортировка материалов. И смотрите, друзья, мы начали изучать лабораторию второго уровня. А это говорит о том, что нам пора готовиться к модернизации. А именно, корабль в бою. А именно делать специальные сборочные цеха, чтобы они делали колбочки. Белые пока что. Ну давайте отсюда тогда убегаем. Обратно возвращаемся домой. И будем исследовать вот эти вот территории. Что мы можем поменять? Да нам особо на самом деле менять-то и нечего. Можно только уголь поменять на дизельное топливо. Но у нас его и так достаточно. Давайте вот так вот одно пока что поменяем. Посмотрим, куда привезут топливо. Вот сюда нам пока что привезли. Может быть быстрее заправят корабль, который у нас сейчас вернется. А что по поводу запчастей? 43, 43, 44. То есть у нас и количество запчастей начинает почему-то уменьшаться. Потому что не хватает электроники. А электроники не хватает из-за резины. А резины не хватает из-за того, что у нас машины просто тупо не успевают приезжать. Поселение у нас опять завалено мусором. Ну смотрите, потихонечку начинают увозить. Вот. Интересно, кстати, куда? Они отвозят вот сюда или вот где мы здесь сделали с вами новое место для заполнения? Вообще нам сейчас вот нужно будет быстро заполнить вот эту вот территорию и переходить, как я сказал в начале даже первой серии, переходить вот сюда. Как можно быстрее освоить вот это вот нефтяное месторождение. Потому что без нефти мы, к сожалению, очень быстро, друзья, загнемся. Этот завод у нас сейчас начнет работать беспрерывно, делать строительные пакеты. Заполнение пошло. Отлично. Какой у него приоритет? Первый. Ну, теперь уже на самом деле приоритет абсолютно не важен. Поэтому давайте установим обратно второй. Потому что приоритет теперь будет зависеть только лишь от того, какие установлены на складах. Так, корабль отремонтирован. Запчасти на исходе. Плантация и пища засыхает из-за нехватки дождя. А корабль мы не можем отправить из-за того, что пока что нет топлива. Ну что ж, давайте будем решать проблему, наверное, с водой. Потому что это выглядит как одна из самых простых проблем. Просто подключить трубу на данный момент вот к этим двум полям. Все, теперь как минимум у нас будет вода орошать вот эти вот две плантации. И здесь у нас, да, все начинает выращивание. Пока что севооборот здесь идет. Вот 15 месяцев запасы пищи. Я думаю, что, ну, по крайней мере, на какое-то время нам хватит без проблем. Единство у нас уже 60, плюс один в месяц. Отлично. Население у нас прибавляется. А вот машины как не справлялись почему-то, так и не хотят справляться. Потому что нету ни резины. Вот это уже интересно. Нет, резина у нас есть. Бетон тоже есть. Известняк у нас якобы закончился. Давайте посмотрим. С известняком. С известняком у нас проблема только лишь одна. Что вот эта вот единственная машинка просто не успевает подвозить известняк на заводы по производству цемента. Как вы видите, у нас все цеха работают и даже перезаполнены. То есть вот отсюда не успевают перевозить бетонные блоки вот на этот склад. Хотя потихонечку и древесина пополняется, и здесь пополняется. Ну что ж, давайте тогда ускоряться, друзья. Чем дальше мы линию вот эту вот проведем, тем больше у нас цехов запустится. Здесь тоже мгновенная доставка 16 и 79. Да, потихонечку начинает у нас все разгоняться. Здесь что не хватает? Резину сразу заполняем. И здесь резину вместе с желтыми блоками. Теперь у нас и этот завод тоже будет работать. Но и так как приоритет теперь не так уж и важен, поставим здесь приоритет номер два. Потому что приоритет будет зависеть лишь от снабжения. А снабжение у нас идеальное. И давайте сразу же посмотрим, что нам нужно будет заранее приготовить для лаборатории второго уровня. Смотрите, вот лабораторное оборудование, электроника и детали. Прекрасно. Вот здесь у нас есть электроника, вот здесь у нас есть детали. Вы разгрузили? Что-то они никак не могут вот эти вот детали у нас разгрузить. Но мы сразу же тогда поставим дополнительный сборочный цех. Правда, я помню, есть одна проблема, что... Где тут эти? Мы еще пока не изучили. Там вроде бы нужно, чтобы она была электрическая, вот эта вот ферма. Но если что, мы ее тогда модернизируем и сделаем ее на производство белых колбочек. Ох ты, смотрите, как у нас быстро построился вот этот вот сборочный цех. И в этом сборочном цеху нам нужно будет обеспечить для колбочек, мы помним, детали и электронику. То есть неплохо бы сейчас, пока временно, пока мы изучаем науку, выбрать такой рецепт. Вот, например, подходит. Смотрите, электроника, детали и чугун. Раз. Ну давайте вот этот пока что выберем. Для чего это я делаю? Сюда привезут за это время детали, электронику. Ну и ладно, чугун, потом его отсюда увезут. Все, отпускаем с паузы. И когда мы перейдем на производство белых вот этих вот колбочек, мы просто поменяем рецепт. Кстати, можно еще его модернизировать 24, чтобы не тянуть резину. Да, давайте. Модернизируем. Восьмой приоритет. Ну, как смогут привезти, так и смогут привезти. Главное, что мы стабилизировали производство. Вот, начинает расти как строительных материалов белых, так и строительных материалов желтых. А чего здесь ему не хватает, непонятно. Похоже, что... Да, электроники. Два электроники. Вот это вот было весьма неожиданно. Из-за резины. А резина 190. Резины нету, знаете почему? Потому что... Ну, давайте тогда поставим первый уровень. Потому что машины не хотят заниматься вот этими заводами. Все, ставим. Потому что у нас сейчас будет ноль. Уже ноль. Теперь все машины ринутся выполнять задания по производству электроники. И как только они успеют у нас здесь сделать... Ну, побыстрее, самое главное. Бетон. Первый уровень. Ну, вот это можно оставить первый уровень. Сюда бетон привезли 18-19. Продолжают они у нас производство. По крайней мере, многие из них работают. И да, оборудование у нас какое-то сломано. Главное, чтобы не сломалось какое-нибудь принципиально важное оборудование. Например, вот раз, два, три. Дизель-генератор. Пока мы можем это пережить. Пока мы можем отпустить с паузы и продолжать. Но постепенно похоже, что гараж у нас начал работать. Давайте посмотрим. Электроники не хватает. Ну, когда же сюда резину-то завезут? Чем ты занимаешься? Во, резину привез. Отлично. Давай ускоряем это побыстрее. Сейчас, сейчас. Оборудование сломалось. Можно будет... У нас 23 рабочих еще дополнительных. Можно будет сюда еще один цех поставить. Давайте мы сразу его тогда запланируем. Потому что, как вы видите, электроника оказалась чуть ли не одной из самых важнейших производств на нашем заводе. Нам главное, как можно быстрее запустить вот этот вот цех и производство электроники. Почему-то сюда принципиально не хотят везти. Ну, хотя бы отсюда успеют забрать. Тогда нужно здесь поставить первый уровень. И машины, как только освободятся, сразу же пойдут работать вот сюда. Да, вот такой вот маленький момент нужно будет сейчас всего лишь переждать. Как только здесь начнется производство, у нас сразу все станет нормально. У нас лаборатория заканчивает обучение. Так, оборудование. Это не страшно, не страшно. Тоже, в принципе, пока что не страшно. Машины. Вот с машинами, конечно, есть большущие проблемы. Придется их, наверное, все-таки отремонтировать хотя бы временно. У нас сломалось несколько машин. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Уголь. Ну, давайте отремонтируем, потому что уголь это очень важно. Оборудование это не критичное. Ноль пока. Но я надеюсь, что у нас наконец-то заработал гараж. Три электроники. А странно, почему они не везут сюда принципиально электронику. Вот же, 16 у нас уже накопилось. Здесь тоже работает. И здесь ставим приоритет тоже один. Чтобы медь, 14. Хорошо. С медью сейчас будем, друзья, тогда разбираться. Цеха работает по полной программе. Шлак у нас увозят. Расплав чугуна уходит вот сюда. И у нас неочищенная медь. Все ясно, друзья. У нас просто не успевает справляться электролизер меди из-за воды. Придется пока опять же поставить доставку воды, либо подключить наконец-то трубами вот этот вот электролизер. Оборудование сломалось, запчастей нет. Главное, чтобы принципиально никакое важное оборудование не ломалось. Все, 3% заработало. Заработало у нас вот эта вот штуковина. Отлично. И электрический цех у нас тоже заработал. Поэтому меняем на вот такие вот лабораторные оборудования. Теперь мы можем модернизировать хотя бы... Давайте хотя бы с одной лаборатории начнем. Что для нее нужно? 45 желтых пакетов и 20-30 электроники. 15. Ну давайте одну пока что сделаем. Экскаватор стоит. Знаете что? Вот этот вот экскаватор, чтобы он зря у нас не стоял, мы направим на производство... Наверное, все-таки угля. Можно будет дополнительно. Раз, два, три. Если что, отсюда заберем. Все, оборудование сломано. Запчастей нет. Это все связано с водокачкой. С водокачкой... Ну думаю, что сейчас все починится. Потому что, еще раз повторяюсь, у нас наконец-то заработала гаражная мастерская. В которую у нас привозят достаточное количество электроники, которая у нас производится вот в этих вот сборочных цехах. Смотрите, все три практически заработали. Автомобилей очень сильно не хватает. Прям вот очень сильно. Что здесь? Мгновенная доставка. Резины. Давайте резину сразу же сделаем. Плюс еще один автомобиль, который будет работать на благо нашего всего предприятия. Смотрите, у нас электроэнергия закончилась. Вот это вот уже может быть очень критичным. А странно, почему? Потому что не работает второй генератор из-за вероятности поломки 2%. Но нагрузку он не требует. 180, 160... Сломался. Ремонтируем. Придется срочно отремонтировать его. Иначе мы не успеем накопить вот эти вот строительные материалы. Да, оборудование сломано. Электричества у нас, друзья, не хватает. У нас причем просто мощности электричества не хватает. Придется поставить еще один дизель-генератор, пока мы не изучили другие более эффективные способы. Что здесь у нас? А мы можем мгновенную доставку организовать. 20 запчастей. Всего лишь 3 осталось. И это у нас будет приоритет по производству и приоритет по доставке. Давайте по доставке, потому что он автоматически и производство у нас будет автоматически делать. Тоже делаем первое. Все, теперь с электроэнергией у нас проблем не будет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Сейчас у нас здесь все завезут. Ну, смотрите, всего лишь один дистиллятор у нас справляется со всеми проблемами. А нам нужно дождаться, пока у нас здесь лаборатория изготовится. Лабораторное оборудование всего лишь навсего не хватает. Оно у нас делается вот в этом вот сборочном цеху, в котором тоже у нас тупо не хватает электроники, которая вся идет на производство запчастей, чтобы мы могли решить хотя бы временно вот эту вот проблему. Запускаем тогда наш корабль. Без разницы, у нас тут всего лишь осталось вот ближайшие три деревни. Посмотрим. Надеюсь, мы там найдем много всего полезного и интересного. Запчасти на исходе. Машины перестали ломаться. Здесь у нас все идет очень хорошо. Снабжение полное. Электроника даже потихонечку начинает у нас, смотрите, накапливаться. Первый приоритет. Сейчас все у нас тут. Можно еще второй гараж поставить. Но мне кажется, что это избыточно. Вот этого гаража нам вполне хватит одного хотя бы для того, чтобы снабдить все машины. Видите? Исследования не выбраны. Давайте все-таки посмотрим, можем ли мы что-то изучить без лаборатории, которую мы просто не успели достроить. Нет, больше ничего нет. Все остальное должно быть обязательно лаборатория, как вы видите, второго уровня. Ну что ж, тогда давайте... Вот сжигание отходов, кстати. Нет, тоже второго уровня. Давайте тогда по необходимости выберем самое главное и самое необходимое. А именно энергетика. Нам очень нужна. Хватит уже там бензином кормить наши дизельные электростанции. Начинаем вот это вот изучать. Опреснение биотоплива и нефтепереработка. Кстати, тоже очень хорошая штука. Но я, наверное, выберу, друзья, вот что. Я выберу грузовой причал для того, чтобы как можно быстрее запустить вот эти вот два корабля, которые нам будут привозить. Ну, надеюсь, в том числе и нефть. Поэтому давайте грузовой причал мы ставим под номером 2, а под номером 3 только лишь поставим нефтепереработку. Ну и трубы нам, кстати, тоже понадобятся. И смотрите, у нас вооружение наконец-то появилось. Что для него нужно будет? Да практически ничего, только лишь лабораторию второго уровня. И тогда мы сможем открывать с вами новые территории. Давайте. Мне кажется, это очень важно, потому что нас уже зажали, и мы не можем никак дальше продвигаться. Ну и дальше, что тут еще очень важно? Я вот помню, что на прямом эфире очень важна была вот эта вот эффективная энергетика. И очень важно было сжигание газа для того, чтобы создать вечный двигатель нефтепереработки. Выборное исследование слишком сложно для этой лаборатории. Сейчас, сейчас. Нужно основной теперь упор сделать на доставку вот сюда вот электроники и деталей. Сделаем, знаете, когда? Когда вот здесь будет, ну, хотя бы процентов 15-20. Только после этого мы можем себя обеспечить. Во! Начали! Отлично, друзья! Все, теперь лабораторное оборудование у нас свое собственное начинается в производстве. Его мы доставим вот сюда вот вниз в лабораторию. И произведем до конца модернизацию. Смотрите, тут всего лишь нужно будет по 10. Я даже думаю, что мы потратим 2 единицы, чтобы как можно быстрее продолжить наше исследование. Нужно дальше продолжать наращивать производство желтых пакетов. Жаль, корабль у нас в бою. Ух ты! Напало на нас 2 военных корабля. 18-18. Огромное, конечно, силище. Ага, убегаем отсюда. Возвращаемся домой. Здесь нельзя? Нет, нельзя. Возвращаемся домой. И вот эти два последних поселения тогда посмотрим. Еще пока что у нас есть возможность. Мы увеличиваем единство. Помните, у нас в середине серии была проблема с мусором. Мы ее вывезли? Вывезли. Поставим тогда на второй уровень. Здесь еда хватает. Картошки. Ну, с едой, да. С едой у нас есть некоторые проблемы. С электроэнергией запустилась, я так понимаю, у нас электростанция. Третья. И нам нужно будет исследовать как можно быстрее электроэнергию. Без нее мы не сможем дальше эффективно развиваться. Смотрите, нефти у нас вообще не хватает, друзья. Давайте тогда убираем вот это вот ускорение. Это все из-за того, что вот сюда прогоняется гораздо быстрее, чем набирается вот здесь. Выбранное исследование закроем, чтобы нам глаза не мозолило. Ну, смотрите, 27% деталей. Теперь можно будет плотно заняться различными науками. Здесь 10, 10, 10. Ожидает доставку материалов каких? Желтые строительные пакеты. А наш корабль вернулся. Это после боя с пиратами? Тут у нас стоит автопочинка? Стоит. Сейчас починится, заправится, все будет у нас хорошо. Что ж, давайте тогда упор делать на желтые строительные пакеты. Как вы видели, у нас сейчас это самое тонкое место. Что для них нужно? А для них та же самая электроника и была и нужна. Ставим вот так вот на два. И так как у нас еще есть 12 рабочих, мы можем спокойно установить еще один сборочный цех. Вот сюда устанавливаем на желтые строительные пакеты. Ну, давайте попробуем еще сделать один автомобиль. Доставка материалов. Все у нас вроде бы есть, кроме 6 автозапчастей. Малый экскаватор нуждается в топливе. Я знаю, почему он нуждается в топливе. Все, уже не нуждается. Потому что мы убрали вот отсюда машину одну заправочную. И мы не можем назначить вторую. Смотрите, как заправка работает. Машины теперь... А вот куда он поехал? Очень интересно. Он, скорее всего, поехал за резиной. Вот эти все три машины поехали за резиной. Можно будет даже проследить и посмотреть. Хорошо, маленькие машинки могут проезжать под трубами. Вот, видите, он с резиной едет. Нам главное не останавливать производство резины, чтобы она всегда у нас прибавлялась. И пошли желтые пакеты у нас наращиваться 94%. Я даже думаю, что... Подождите минутку, нет возможности провести карьерные работы. Все железо они у нас уже быстро-быстро выкопали. Поэтому мы им поможем сейчас новое месторождение освоить. Можно будет, конечно, поставить второй электролиз. Но у нас, в принципе, так рассчитано, что один берет по 24. Кстати, давайте мы вот лучше вот так вот сделаем. Ускорим производство меди. И здесь сделаем доставку на склад. Ну и посмотрим на текущие проблемы. Итак, у нас плантация овощей в избытке, что не успевают даже машину у нас собрать и перевезти вот на эти вот склады. Картошка есть пустое место, капуста тоже есть пустое место. А мусор... А мусор у нас вывозят по второму приоритету. Давайте все-таки поставим первый. Как-то все у нас нужно и все нужно одновременно в один и тот же момент. Но что мы добились? Мы резко увеличили производство просто строительных материалов, желтых строительных материалов. Следовательно, теперь мы не будем долго ждать, когда нам понадобится конкретно что-то. Началась энергетика у нас вырабатываться. Значит, мы... Странно. Мы сначала сделали эту, но никак ее доделать не можем. Мгновенная доставка доставит сюда. Давайте. Я предлагаю вручную доставить желтые строительные материалы. Готово. И теперь у нас будет наука изучаться очень-очень быстро, потому что вот здесь у нас делаются 60 уже научных пакетов. Отсюда будет вывозиться. Чем они заправились? Это очень интересно. Раз лабораторные модули и два лабораторные модули. А что у нас с деревом? А дерево у нас ноль. Вот это вот очень интересно. Невозможности вести карьерные работы. Тоже выкопали у нас всю медь. Это не проблема. Так, размечаем следующие территории. Все готово. Здесь сейчас экскаватор пойдет. Картофель в избытке. Хранилище переполнено. Надеюсь, она там не сгниет. И машина отвезут туда, куда нужно. Ну, смотрите, машины очень не справляются вообще. Двадцать два простаивает. Восемь простаивает в наличии. Давайте посмотрим, какие у нас автомобили простаивают. Железная руда. Вот в чем проблема. Мы здесь заполнили все железной рудой. И машины просто так стоят. Грузовику просто некуда доставлять железную руду. Поэтому давайте вот один уменьшим хотя бы. Все, он сейчас куда-нибудь увезет. Выгрузит. И будет заниматься нужными делами. Что еще у нас? Кто перегружен? Двадцать два простаивает. Наверное, на угле та же самая ситуация. Часть машин, скорее всего, у нас стоят. Нет, смотрите, уголь у нас загружен прям очень хорошо. Нет возможности провести карьерные работы. Уголь как раз закончился. Размечаем тогда новые территории. Все, поехали. Сейчас машины должны у нас продолжать провозить уголь. И малый экскаватор нуждается в топливе. Его сейчас сюда привезут. Еще раз смотрим на паузе. Что у нас меди не хватает? С медью шутить особо-то нельзя. Давай добавим сюда еще один грузовичок. Чтобы как можно быстрее все машины заполняли... Здесь убираем ускорение. Заполняли вот этот вот контейнер. Девятый уровень? Нет, конечно же. Хотя бы второй установим. Здесь тоже хотя бы второй. Потому что это основополагающий момент. Опустошать тоже второй. Энергетика у нас изучается. Практически не было простое у нас по обучению. С запчастями мы с вами тоже справились. Давайте. Ускорение нам уже будет абсолютно не нужно. По электронике 44. Можно тоже, наверное, убрать. Да, убираем вот это вот ускорение. Потому что у нас работают аж три цеха. И три рабочих у нас безработных нужно будет нанять еще поболее. 82 из 80. И что-то автопочинка у нас не хочет работать. Давайте сейчас, знаете, что посмотрим? Что нам пора уже вот этот вот корабль, например, хотя бы один, начать ремонт. Давай. 240. Мы отремонтируем первый корабль. И когда у нас изучится следующая наука, а именно там торговые и грузовые причалы, то у нас будет уже готов корабль. Ну а потом мы вот эти вот деревни уже изучим. У меня есть страшные подозрения, что, скорее всего, вот здесь, наверное, будут пираты. Здесь, возможно, что-нибудь полезное. Потому что, как видите, через две клеточки у нас уже пираты попадаются. Ну и начать загрузку корабля. Заодно загрузим ее 240 чугуна. Чугун пока, слава богу, делается. Проблем с этим нету. Вот этот вот перолезный цех я пока оставил на всякий случай, если случится что-то непредвиденное. И привезли, наконец-то, бетонных блоков. Небольшое количество. А вот что с лесом происходит, я не совсем понял. Давайте сейчас посмотрим, где у нас лесозагодавительная машина. Ей просто не хватает автомобильного транспорта. Это нужно сделать будет обязательно. Иначе у нас начнется уменьшение вот этих вот белых строительных материалов. И, соответственно, у нас начнется резкое уменьшение желтых строительных материалов, которых мы, кстати, друзья, накопили уже 100 штук. Поэтому давайте. Я думаю, что модернизацию мы можем уже осуществить. Подключаем все наши дизель-генераторные установки, чтобы сюда хотя бы у нас машины не возили ничего. И я даже думаю, что так у нас много белых строительных материалов. Мы это просто-напросто ускорим. Готово. Сюда тоже мгновенная доставка, чтобы хотя бы один у нас полностью снабжался топливом. А с топливом у нас, смотрите, какие проблемы. У нас не накапливается нефть. Вот в чем проблема. И похоже, что нефти у нас становится еще меньше здесь на заводе. Как можно быстрее нужно сделать вот эту вот эффективную энергетику. Все, пошел бензин. Смотрите, сейчас заправятся дизель-генераторы. Здесь тоже тогда ускоряем. Три единички абсолютно не жалко. И у нас что-то было сообщение о том, что картошка, запчасти и малый экскаватор нуждаются в топливе. Ну да, нуждается. Ну смотрите, 500 хватает. Энергетика второго уровня. Грузовой причал. Давайте подумаем, где мы будем устанавливать грузовой причал. Смотрите, он у нас будет возить нефть из соседней деревни. Значит, здесь у нас будет город. Здесь у нас будет железное и медное производство. Здесь ставить невыгодно. Да и, скорее всего, мы просто тупо не сможем поставить. Вот здесь. Здесь у нас будет строительное производство и производство еды. Тоже не очень выгодно. Но мне кажется, самое выгодное установить где-нибудь, если получится, вот на этих пятачках. И сразу же продолжить нефтяное производство. Потому что, как я сказал в начале серии, вот здесь у нас тоже будет нефть. Так что вот все это крыло мы полностью посвятим переработке нефти и их производных. Там пластмасса, наверное, какая-нибудь. Будет там другие фракции нефтяные и газовые. Так что вот эта вот часть у нас будет полностью посвящена именно энергетике. Ну что ж, давайте посмотрим, что мы с вами смогли сделать. Дизель-генератор это у нас было. Вот, электрогенератор и турбина высокого давления. Для того, чтобы она работала, нужно будет бойлер на твердом топливе. Для его обеспечения нам понадобится вода и уголь. Вода 48. Сколько у нас вот эта водозаборная? Как раз 48 она дает. Вот, но нужно, чтобы где-то рядышком у нас было производство. Вот здесь вода есть. И все, больше у нас воды нету нигде, к сожалению, к моему огромному. А отсюда тянуть еще одну трубу не самый лучший вариант, я вам скажу. Хотя, похоже, по-другому у нас и не получится. Есть, в принципе, еще один вариант. Давайте я вам сейчас его покажу. Смотрите, в науках есть опреснение, которое дает нам береговой насос, который позволяет нам создавать, ну, сначала забирать 120 морской воды, из которой он по 60 может 36 делать обычной пресной воды. Но остальное мы будем загрязнять просто окружающую среду промышленными выбросами и рассолом. Но зато у нас будет по 36 воды. Это вроде даже больше, 48. Ну, чуть-чуть поменьше, но нужно будет 36 умножить на 2. Итого получается у нас 72. Да, это будет больше. Ну что ж, давайте тогда. Опреснение делаем, ставим в очередь. Нам седьмая. Нам ее нужно будет обязательно изучить. А пока, наверное, можно с помощью дождей справиться. Все, я решил, друзья. Здесь мы будем где-нибудь ставить грузовую станцию. Здесь у нас будет полностью вся переработка нефти. Здесь же нам нужно будет продолжать выкачивать топливо. Его как раз впритык хватает на дистиллятор. Уголь. Вот, кстати, с углем нужно быть очень осторожным, потому что не хватало нам еще, чтобы у нас уголь нечаянно закончился. Это будет прям не очень хорошо. Но вроде бы со всеми проблемами мы с вами справились, но на всякий случай здесь идет обучение антикризисным мерам. Ну, самое простое это ставить, выводить на экран, смотреть за ресурсами. Второе, оповещение хранилищ. Можно будет алерт сделать, когда у нас что-то закончится. Ну, и про приоритеты здесь тоже все очень подробно рассказывается, какие приоритеты у нас главные, какие не главные. Давайте мы все-таки сейчас попробуем что-то сделать с электроэнергией. Для начала можно, конечно, поставить рядом с угольной станцией. И, кстати, здесь у нас тоже где-то есть вода, если я правильно помню. Вот у нас ближайшая вода, вот у нас ближайший уголь. Следовательно, здесь мы можем поставить такую времянку и сделать электростанцию. Отсюда будет привозиться уголь, отсюда будет привозиться вода. Но почему я хотел именно поставить в той стороне? Потому что в дальнейшем мы заменим вот этот бойлер на твердом топливе, мы его заменим на бойлер с нефтью. И он у нас будет перерабатывать там тяжелые, средние, легкие фракции и более эффективно работать практически бесконечно. Но так как до туда еще нужно будет дожить, а электроэнергия нам нужна прямо сейчас, причем нам нужно ее экономить из-за топлива, топливо нам нужно экономить. Поэтому я все-таки решил поставить вот здесь вот бойлер на твердом топливе. Устанавливаем здесь бойлер, сразу же подключаем его трубой. Раз, два, наверх. Так, проводим сюда и подключаемся к бойлеру. Все, воду мы, друзья, подали. Теперь нужно будет отвести дымовую трубу. Готово. И все. Вот здесь у нас уже будет пар высокого давления. Этот пар высокого давления мы подадим на турбину высокого давления, которая нам будет как раз давать кинетическую энергию для раскрутки. Так, и устанавливаем вот эту вот турбину высокого давления. Она потребляет в себя по 24 перегретого пара. Следовательно, вот этой вот простенькой трубы нам хватит за глаза. Подрубаем. Готово. Пар сюда подали. Теперь отводим пока временно вот этот вот перегретый пар. Нам просто его некуда девать. Отлично. И теперь нам нужно будет подключить электрогенератор. Смотрите, он берет по 500 киловатт кинетической энергии. А эта штука у нас теоретически вырабатывает тысячу. Следовательно, их можно будет спокойно установить две штуки. Электростанция у нас полностью готова. И ее на тысячу хватит нам на первое время за глаза. Ну и теперь устанавливаем бункер, делаем его на уголь. Ставим его на первый приоритет, потому что электроэнергия это у нас одно из самых главных. И подключаем его желобом вот сюда, чтобы ничего не возить и не делать. Ну что ж, давайте, что у нас будет первое? Вода. Наверное, все-таки бойлер. Я думаю, будет главнее. Ускоряем его. Раз. Теперь здесь мгновенная доставка 50. Сейчас у нас сделается. Еще нам нужно будет уголь накопить. Давайте сразу же копим уголь. Трубы все создаем, чтобы сюда не возили машинами. Здесь у нас мгновенная доставка. Но все остальное, вот этот желоб можно будет также ускорить. Лесосоставительная машина нуждается в топливе. Сейчас должны будут привезти, потому что я назначил здесь два автомобиля, которые у нас здесь возят. Давайте посмотрим, друзья, почему у нас машины 22 простаивают. Вот кто конкретно простаивает, почему они тут у нас ничего вообще не делают. Наверное, та же проблема у нас на железе. Нет, на железе все рассосалось. На угле. На угле оба не работают. Но сейчас, я надеюсь, топливо сюда привезут. И машины покатили. Покатили. Все. Сейчас сюда, смотрите, привезут воду и уголь. Приоритет тут менять не обязательно, потому что у нас все будет браться вот из этих контейнеров. Так, сразу же, конечно же, ставим заполнять. И это будет первый приоритет. Причем давайте вот так вот сразу на середину заполнения сделаем, чтобы не мучиться. Ну и нужно производство желтых пакетов продолжать наращивать. Пока вроде бы с электроникой мы с вами почти справились. Резина. Резина нормальна. Деревяшки. Странно, у нас почему-то деревяшки закончились. Потому что лесозаготовительные машины никак не может, не успевают они развозить. Давайте еще одну машину мы сюда добавим. Пока временно. Чтобы быстрее лесозаготовительную машину сделали. Иначе у нас, смотрите, как резко начинают уменьшаться строительные материалы. И у нас выдалось сообщение, что запчасти один на исходе. Давайте посмотрим, из-за чего. Я думаю, это как-то связано, скорее всего, с электроникой. Которая у нас вроде бы производится в неплохих количествах. У нас, смотрите, всего три рабочих осталось. То есть мы даже не сможем запустить электропроизводство. Поэтому отпускаем маяк 307 на 410. Да, нормально. А машина у нас не заправился. Корабль, вернее, 72%. И почему-то они совсем плюнули на привоз сюда чугуна. То есть настолько сильно не хватает автомобилей, что даже не успевает... Не успевает привозить никакие запчасти. Вот здесь у нас делаются. Якобы чугуна нету. Третий приоритет. Но это и понятно. Потому что у нас машина развозит... Все в основном упор делают на производство либо строительных материалов. Вот этих как белых, так и желтых. Либо на производство электроэнергии. 280 из 540. Ну что ж, я думаю, что сейчас мы убьем сразу двух зайцев. Как только мы запустим вот эту вот электростанцию... Смотрите, вода у нас готова. Эх, нужно было воду поставить. В смысле, бак нужно было здесь поставить. Пусть пока что сделается. Ох, как быстро наполнили все углем. Лесоизогновительная машина у нас опять все вырубила. Давайте мы зададим еще одно поле для вырубки. Все. Пусть уезжает. Чем ближе она у нас будет вот к нашим основным складам... Вот здесь нужно было, в принципе, давайте сразу же тогда сделаем. Вот здесь пусть она у нас вырубает. Побыстрее будут привозить машинки сюда лес, которого у нас здесь, как вы видите, очень сильно не хватает, как и склада запчастей. Мы почти доделали нашу первую нормальную электростанцию. Единственное, только вот с желтыми пакетами и с рабочими. Все, ноль рабочих, друзья. Новые беженцы. Ну, слава богу, вовремя прибыли новые беженцы. Оставляем их тогда. Я даже думаю, что еще раз можно будет сходить за беженцами, потому что у нас рабочие очень быстро заканчиваются. Бензин привезли. Здесь не отремонтировали. Ну, давайте, так как корабль это одно из самых, наверное, важных. Пусть у нас возят как можно быстрее сюда для ремонта. Плюс, к тому же, мы должны... Вот поврежденное грузовое судно. Загружаются необходимые материалы по чугуну. Чугун 220. Железо есть, медь есть, уголь тоже есть. Электроника у нас делается из запчасти на исходе. Все та же самая старая проблема. Ускоряем немножечко, чтобы уйти. Не дай бог, вот от этих вот проблем. Нет возможности вести карьерные работы. Извездка закончилась. Пополняем запасы извездки, друзья. А у нас, смотрите, какая это проблема. Нам не привозятся вот эти вот лабораторные инструменты. Давайте узнаем почему. Не привозятся они из-за электроники. Из-за того, что мы поставили третий приоритет. Хорошо. Пусть будет и здесь. И здесь у нас второй приоритет. Корабль, наконец-то, мы с вами отремонтировали. Будем сейчас надеяться, что он нам привезет много людей. Вот здесь. Давайте разведаем эту ситуацию. И сюда можно будет ожидать поставку материалов. Привезли на электростанцию. Воду, наконец-то, запустили. Начали качать. То есть бойлер сейчас у нас получит первую воду. И авто запустится. Труба есть? Есть. Странно. Вот, вода пошла. Начинается заполнение. Сейчас, как только будет необходимый материал. Так, плантации в избытке. Все хорошо. Заработало. Давайте тогда ускорим вот так вот доставку сюда материалов, чтобы как можно быстрее была электроэнергия. Все. Заработало. Пошла вся необходимая электроэнергия. Вырабатывает она по 300. Я предлагаю сделать вот что. Чтобы экономить бензин, который нам сейчас будет очень-очень нужен, мы можем загасить вот эти вот дизель-генераторы, чтобы они у нас больше не производили электроэнергии, чтобы на них не тратилось топливо. Но смотрите, они у нас очень умные. Они у нас автоматически подключаются лишь в тот момент, когда требуется дополнительная электроэнергия. А что у нас здесь происходит? А здесь у нас на последнем издыхании делается дизельное топливо. Нам сейчас нужно будет корабль в бою. Не повезло. То есть здесь нас тоже обложили пираты с маленькой пушкой. Как можно быстрее нужно будет прорваться через все эти обороны. А пока возвращаемся домой. Ох ты, хорошо. Смотрите, население увеличилось на плюс 16. Привезли медь, резину, железный лом и даже немножко дизельного топлива. Но думаю, что с электроэнергией мы решили вопрос надолго. И давайте, друзья, на этой оптимистической ноте мы закончим эту интереснейшую серию, в которой мы создали свою первую настоящую, правда, хоть и угольную электростанцию. Решили проблемы с запчастями, убираем ускорение, с электроникой, со строительными материалами и, самое главное, с желтыми строительными материалами. И, что самое главное, мы с вами сделали лабораторию второго уровня и уже изучили несколько наук из этого пола. Ну и встретимся, конечно же, в следующей серии. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, поделитесь ссылкой на наши видеопрохождения со своими друзьями и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok